всем привет рогими и подписчики и гости моего канала вы на канале нефрайт 1987 с вами лицемер лунатик фанатик еретик то бишь нефрит ну и сегодня мы продолжаем прохождение resident его ремейк по-русски говоря обитель на ремейк но или ремастер как его он называет ну по-разному не суть самое главное мы знаем что ремейк первой части да не забываем ставить люба тем кто не подписался на мой канал обязательно подписываться ну и конечно же оставляйте ваши комментарии страх не убьет вас но чутка покалечит так снова оттопырялись дорожки а а и сверху кстати прикольную бейсболк твунь звездочками тяпься чай жал я взял дробовик но не нужна но зря я за дробовик сейчас я же вспомнил кое-что еще он пригодится так что пока мы побегаем с пистолетом еще андромаш мне еще пригодится но щелк пригодится на обратном пути особняк да и высотники очень понадобится блин хотя здесь нужен был бы дробовик черт вот из-за этого момента главному жопу не взорвать либо это будет говорится мамочка либо папочка но у папочки будет выливаться кислота это тоже будет очень неприятно ребят скажу травку возьмем травку если мамочка то выбегут маленькие паучатки красно-керосиновая лампа она не горит а мне еще зипа надо взять мы все дошло до меня кстати да здесь еще один плюс то что у криса в оригинальной первой части на на все равно брать зажигалку у него я не было залить а здесь ты ему внедрили поэтому за криса тут иногда проще играть можно выложить лишь больше не с чем победить нет есть чем убежим что будет такая ряпочка слава богу хоть пауков не надо сжигать это было тоже дилемма представляющих пауки в чем мутировали мы было мудно хотя думаю не очень здесь так нужно монстриков хватает все мне интересно crimson head of травку заберем тоже травка всегда понадобится она никогда не будет лишней здесь мы сейчас используем зажигалку красный глаз есть ли в этом какой-то красный глаз постер девки не хочет чем-то не вам говорить ну ладно так станет оползает вон шлеп хе-хе-хе вот так вот пуфи андрич нам из него эта херня сочится так с книги ничего нету тут книги надо многие изучать как мы знаем но она пустая книга с красной обложкой стрессах нет записи может и способ использовать по-другому ну да 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 все нашло зеленая лампа так самый красный был глаз зеленый чем будет глаз без ресничек то есть там был с ресничками это без ресничек 1 красный подоранжевый кубик зумя ресничка красный с тремя ресничками зеленый без ресничек оранжевые с двумя все надо запомнить несколько пиллерных шаров 2 3 4 5 6 нет ничего не объединяем их расположение но а а оранжевый 5 красный 3 зеленый 6 5 3 6 5 3 6 мы запомнили 5 3 6 плюс красный полный оранжевый зеленый пустой сколько всего запоминает он ребят полный триндец да надо прокачать свою карту памяти для запоминания надо выложить нажигалка я помню больше не нужно и что-то мне еще книга пока мне тоже не нужно патрон генера века тоже такси травка это мне тоже не нужно 5 3 6 бля сейчас надо ходить про себя бормотать походу дел ребят так сейчас нам надо задвинуть эту штуку ну ребят поймете для чего видите там дырку там я не пойду потому что из дырки будет вылазить щупальца которая не доставит удовольствие джил тентакли это хотя хрен знает может если джил бы в ее интересное место бы залезло бы это щупальца то было бы вентиле о там что-то про Старс у вас на газет похоже на них все есть статья Старс галерея блять как никуда идти тогда здесь ключ 02 это карта сторожки взять ну да 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 все взяли отлично да бля ой 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 сука я выпустил этих парня наружу да не заколебут меня надо бежать куда-нибудь подальше скопаю все нормально вроде бы да представите сука да так у меня ключ это нету никуда бля сюда можно найти что ли нет мы так не договаривались уничтожать Старс не обязательно а что насчет моей семьи надеюсь я поставил на правильную карту мы услышали разговор Берри как джилл я слышала как кто-то разговаривал Оу, так ты слышала? Кажется, годы берут свое. Разговор с самим собой, дурная привычка. Разговор с самим собой? Ты в порядке? Что на тебя нашло? Волнуешься из-за меня? Не стоит. Я в порядке. Наверное, этот жуткий особняк действует мне на нервы. Ладно, выйду на улицу и подышу свежим воздухом. Не волнуйся, я подышу свежим воздухом. Грохну пару чудовищ по пути, если повезет. Доклад растения 42. С момента аварии прошло 4 дня. Растение в точке 42 растет с удивительной скоростью. Хотя остается еще много неизвестного касательно этого растения. Нам известно, что воздействие Т-вируса на него оказалось значительно сильнее, чем на другую флору. Т-вирус сильно изменил строение хозяина, а также его размер. Глядя на то, чем стало растение сейчас, вы вряд ли угадаете, чем оно было до этого. Ничего подобного на Земле вы больше не найдете. Еще мы обнаружили, что растение 42 имеет два основных источника получения необходимых ему питательных веществ. Одним такими источниками является корень. Каким-то образом он пророс вниз до самого подвала. Сразу же после аварии один ученый сошел с ума и уничтожил аквакольцо. С тех пор подвал превратился в бассейн. Существует вероятность, что одно из химических веществ в воде способствует ускорению роста растения 42. Тем не менее, нам еще предстоит определить специфический химикат. Ламфовидное тело растения 42 было замечено свисающим с потолка на первом этаже. Мы уверены, что оно добралось туда через вентиляцию. Многочисленные продолговатые щупальца, похожие на виноградные лозы, растут прямо из туловища. Мы считаем, что эти луковицы есть тот самый второй способ получения питательных веществ. Когда растение 42 чует добычу, оно использует луковицы для поимки своей жертвы. После этого оно высасывает всю кровь при помощи присосок. Мы знаем, что оно разумно. Когда оно хватает жертву или спит, луковицы вьются вокруг двери, дамы пресечь появление возможных нарушителей. К сожалению, кое-кто из наших ученых уже пострадал. Во всех же историях, рассказанных выжившими, прослеживается одна общая черта. Когда одновременно раскрываются клапаны, расположенные на луковицах в виде лепестков, становится видно внутреннее устройство растения. В этот момент оно становится более агрессивным. Один свидетель сделал предположение, что оно себя защищает. Причины такого поведения нам неизвестны. 21 мая 1998. Генри Сарта. Ребята, как вы помните, в оригинале было, что он использует кислоту, чтобы разъедало. Но тут, как видите, совсем не так. Так, сюда мы попозже пойдем. А что, я здесь не могу никак открыть, что ли, этот? Уже помню, вроде бы где-то будет. Открывающиеся ящики. Ну, значит, здесь нельзя. Ладно, зайдем в эту дверь. Пока у нас других путей нет. Ключ нашли. Сейчас, сторожки, сошибись. Кто-то, что дверь охлопнул? Да, вытекает столик. Что за ключ, сторожки у нас поношли? Изучить. От первой. Хорошо. Это что, ванная есть? Ванной ничего нету, да? Ну, зато мы нашли ключ. Живучий зомбак оказался. Да, здесь мы его не сожгем, а он стоит Кримсоном. Это будет весело. Ну, не к этой, значит. Значит, к той двери. Идем в ту дверь. Блин, кто хотел показать? Ну, нет, я что-то не хочу показывать. К черту, ладно. Хожу. Вот так вот. Может, меня это падло схватить. Как видите, удовольствие, говорит, Джилл от этого не получает. Да, выбросить. Ну, что, интересно, если все ключи оставить. Что же будет? Жмур повешался. Жмур повешался, да. Не, я не сказал, конечно. Однозарядная пулька. Списки самоубийцы. 22 июня 98. Я должен был это сделать. Мы бежали от этих тварей, помогали друг другу. Но у Роберта стали проявляться симптомы. Я должен был это сделать. Эти чертовы твари истинное воплощение зла. Другого пути нет. Он поступил бы точно так же, будь я на его месте. После того, как я избил Роберта, он. От несчастья я просто оставил его в ванной. Похоже, я теперь последний. Как такое могло произойти? Никогда себя не прощу за то, что сделал частью этого проекта. Что это стало частью этого проекта? В итоге я все-таки получаю по заслугам. Из этого дуртома не выбраться. Это всего лишь вопрос времени. Все готово. Сейчас мне нужно лишь чуточку смелости, чтобы положить всему конец. Мне жаль, что многое я оставлю незавершенным. Но все же, это лучше, чем ждать превращения в одного из них. Пожалуйста, поймите меня и позвольте мне уйти из жизни человека. Сзади что-то написано. Линда, пожалуйста, прости меня. Короче, чувак повешался тут. Не, обойма лежит, да? Я вижу. Там еще что-то лежит. Еще одна обойма. Ну, супер. Тут ничего нету больше. Шкаф не открывается. Тут же не открывается. И тут ничего не открывается. Ладно. Она сейчас жмура, значит, ничего не хочет говорить мне. Мне как будто он не интересен. Ну, ладно. Не хочет, ничего не хочет. Так, да, блин, я с этим. Во. Походу, жмур свалился. То ли это мага. Она выцвела. Так, в ванной ничего нету. Странно. Она полна грязной воды. Значит, заглушка. Да. В ванной что-то есть. Тензер ключ от комнаты управления. Да, возьмем. Отдохни, чувак. Она того. Мы используем вот эту пушечку. Покажу я, что это такое. Это тот же самый, как и Кольт Питон. С тем же самым калибром, но... Один выстрел. Можно сделать всего лишь. Вот. Зомбера идет. Все. Больше патронов этой пушки нет. От пушки толку уже это нет. Давайте выложим на этот пистолетик. Его выкину, жаль, нельзя. Вот. Врезе. Здорово. В чем прикол? Есть то, что можно выкидывать. Так вот, берешь и... Опа. И выкидываешь. А тут блеха-муха. Этого нельзя сделать. Придется выложить тупо. Ну, а мы идем дальше. Я жду, у меня пульс восстановился. Что не показалось, что он зеленый стал. Но... Меня глючит. Так, ладно. Идем в другую комнату. Комнату, походу, делаем вниз надо. К бассейну. Я этот еще пока не пытался мутировать. Ну что, я толкнешь? А, или вот этот надо будет муть. Теперь вот это. Вот это моя тумба-юмба-музыка. Тумба-юмба. 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 Здесь, кстати, загадку упростили с этими ящиками в стране с оригиналом. Давайте я по привычке-то. Тот ящик, который сейчас там сбоку стоит, потащил его... К... Ко входу. Ну, не ко входу, а где вот я откуда пришел. По идее же, он должен стоять у правой стене, а не у левой. Надо вот туда было тащить, чтобы подвинуть его в левой стене, и чтобы можно было его скинуть в воду. Вот этот ящик, он бы стоял бы здесь. Мы вот туда его повезли бы. Эта дверь сейчас не откроется. Нам пока ее нельзя. Да, игру намного, как вы видите, местность-то увеличили. Местность очень большая по сравнению с оригиналом. Поэтому и дольше проходить приходится. Так бы я оригинал, ну, часа за два... От двух до двух с половиной, чтобы прошел бы спокойно. Здесь же такое не получится. Травку? Травку мы обязательно возьмем. Даже хапнем одну травку сейчас. Потому что... Будет сейчас... Не очень... Комфортное место. Если мы проходили бы за Крисом, то здесь бы погиб бы Ричард. Но нам сейчас главное нахрен бежать. И мы сейчас вообще будет некомфортно. В оригинале бы вообще быстро все прошел бы. У меня даже не куснула бы ни одна. А тут... Один бы куснет, у меня по любасу. Может, тут далеко бежать? А, я же говорю. Сука, не близкий путь бега. Я еще сам начал, наверное, направо ушел. Дебил ойд. Вот там побежал по кольцу. А там не надо бежать. Да. Нам сюда. Сарапнула у меня акула. Даже не куснула сильно. Фу, это и то хорошо. Тут лампа сообщает сейчас в состоянии тревоги. Вот бляха-муха. Кляток давления масла. Сейчас вам нет необходимости что-то с ним делать. Дверь намертво закрыта. Под давлением воды. Тут надо что-нибудь почитать. Ну, давай возьмем эту карту. Ну, тут не в карте совсем дело. Надо кое-что другое найти. Как все должно быть правильно? Помню, потому что это геморройное место. Ваня, в случае падения давления масла в системе, откройте клапан номер два. О, муж должны знать. Клапан номер два. Так. Пульт проверняется на новой системы. Все работает в штатном режиме. Тут что-то нажать, блядь, или тут нажать. На экране отображается сообщение об ошибке. Похоже, что-то пошло не так во время откачки воды. Здесь выключатель для насоса. Нажать. Да. На другом не охота, чтобы я воду... Тревога! Тревога! Обнаружил неизвестный источник давления. Закрывай все двери для обеспечения максимальной безопасности. Все, я их не в заслонку отключу. Своими руками, сука, а что мне делать-то? Давайте... Человек управляет в заслонку. Тянуть, да. Предел давления достигнут на 30%. Давление масла упало. Примерно заслонка отключена. Блядь! А рыбки-то хотят пробиться. К нам, блядь. Ставлю метельную. Два. Напомню. Во! Ладно, мы запомнили хоть какую. Блядь, это вообще плохо. Немедленно активируйте аварийную откачку воды. Блядь, активировать эту откачку ебучую. Да-да, тихо! Да. Да, блядь, потянуть заслонку, сука. Выкрывайся. Можно спокойно выдохнуть. Самое главное, мы закрылись. Все, теперь можно качать воду. Ох, ребята. Сыковое это место. Чуть неправильно замешкался и все, пиздец. А я еще не сохранялся. Это вообще пиздец. Патрон для мазуки. Тоже хорошо. Мазукой это всегда будет. Ходил нам сюда. Тумба и... О, патрон для магнала. Это тоже гуд. Так, снять нам не сюда. Это уже обратно наверх. Нам еще тут, наверное, все доделать. Вот в эту дверь, наверное, нам... Во! Смотрите, акулка. Плохо и без водички. Так, умри нахер. Люблю я вас. Нектунов этих. Здесь вот более страшная. Еще одна лежит в водичке, блядь. Система контроля воды. Она обесточена. Там ключик, который нам, видать, нужен. Что-то она его уронила. Мы знаем, что делать. Кто любит жареную рыбку? Горит. Ха-ха-ха-ха. Система контроля распада воды. Роза замкнула. Рыбку пожарили. Дергается еще. Еще конвульсии идут у нее. Так, бежим, бежим, бежим. А теперь нам надо наверх. Теперь у нас есть ключ. Последний, который нам не достать. Вот мы и открыли ту дверь, которая была тогда заперта. Полезли. Склон уже мутировал. Ничего. Хер с ним. Не люблю этих Кримсонов. Ну, что делать? Так, с нами сейчас сюда. Нам больше нам не нужен. Странно, как бы вот там стояла бы статуя, где мы-то челок смотрели. Там были бы травы. Но что-то там травок нет. Вот, патроны лежат. Вот, хорошо. Летите нахер. Травку мы возьмем. Замиксуем. Так, блядь. Сейчас надо быстро пробиться вот туда. Чтобы забрать эту хренатень у чувака. Труб с выражением боли на лице. Он что-то держит. Инсектицид. Все, и сваливаем сейчас быстрее, быстрее, быстрее. Встречайте, падла она вылетает. Она у меня охота с ней встречаться. Встречайте, падла она вылетает. Этих шершней. Сраных. Все, ну нет, нет, слава богу. Так, механизм запирающий дверь. С улицами, да. Так, блядь. Красная эта. Красная, блядь. Вот, я забыл. Три, пять, шесть. Три, может. Вот здесь, желтый. Сука, блядь. Зеленый, шесть. Что, верно? Блядь, охренеть. Вот это у меня феноминальная память. Я уже просто реально подзабыл. Помню, как Шаретуш-356 и этот. Бля, офигеть. Чего мне тут мешать, походу, дело, да? Что не читаешь надписи? Что-то написано на стене. Один плюс рерно на четыре, десять плюс шесть рерно на десять. Ну, мы это все знаем. Так, блядь. У нас сейчас надо что-то приготовить. Сейчас тут больше ничего не написано. Надо право готовить. Один это вода. Один, это что у нас? Один плюс три. Да. Нужна другая емкость. А, ну, понятно. Один плюс три. Сейчас один плюс три смешать. Есть. Что там? Четыре плюс шесть. Шесть. А шесть из чего смешивать тут? Да, походило, надо бы начали этот. Открыть дверь и посмотреть. Это сейчас на химич. Шесть из чего мы получаем? Не три и три ведь вместе. Мне уже даже нечего никуда класть. Блядь, это полный бизнес. Вы ничего, какие вы страшно расхерачили-то. А чего эти шершня-то? В случае. Там больше мы не можем все выбросить. А, там книгу надо было ставить. Все, сука, я вспомнил. Блядь. Ну ладно. А, там машинка есть, блядь. Ящика нету. Здесь бы ящик положили. Был очень хорошо. Полка с выставленным в ряд красными книгами. Между ними осталась, наверное, белая. Взять ее, да. Эксперимент в лаборатории органической химии. Сводство в клеточной характеристике быстро растущего растения офицированного вирусом тирана было зарегистрировано в предыдущих работах. Тем не менее, во время повторных экспериментов открылись неинтересные факты. Мы узнали, что химическое вещество семейства УМ, УМ-20, содержит соединения, которые являются ксичными для клеток растений. Мы дали УМ-20, но название Бжольд. Если расчеты верны, то после нанесения Бжольд непосредственно на корень растения его смерти наступит в течение пяти секунд. Бжольд. В Вольд или как там, в Шольд, в Шок, в Толчь. По-разному переводили. Классические версии в оригинале. Бжольд можно получить, смешивая ВП и химикаты в конкретных пропорциях. Однако, стоит соблюдать особую осторожность при работе с этими УМ-химикатами. При неправильном смешании они образуют токсичный газ. Характеристики каждого химического вещества. УМ-вещество следующее. Ело это желтый. Ааа, там же было два. А тут водка. Все. Все, теперь я понял. Просто понимаете, в оригинале был желтый, это двойка. А это был, по-моему, четвертый. Красный. Вот, поэтому, видите, я и запутался. Потому что от оригинала-то отличается. Вот и начинается у меня путаница. Так, теперь мы берем желтый, да? Вот этот вот. Лигарь желтый. Вот. Набрали его. Угу. Все. Теперь, что-то написано. 6, ты с чем? 6 четверки, да? 4 плюс 6. Ага. Дальше что нам надо? 1 плюс 6. 1 плюс 6. Вода плюс... Желтый. Мы уже всегда поняли, что справлялся. Тремя, а не четырьмя баночками. А тут вообще их 5. Так, сейчас воду смешиваем с желтым. Ага. Сейчас, по-моему, желтый и зеленый, да? 10 плюс 7. Ага. 10 плюс 7. И теперь нам надо тройку сделать. Тройка, это вот эта двойка, по-моему, уже, да? Да, это просто тройка. Да. Тройка, да? 17 плюс 3. Да. Ну, это все. Желтый готов. Пойдемте травить растения. Пойдемте, мы отравим корни. Сразу же к нему не пойдем. Хотя мог бы сразу же, только потратить много патронов от ракетницы. А это немаловажно для нас. Так. А что, он умер, что ли? Мы что, все-таки убили Кремсон Хэда? Значит, класс, воткнув ему, все-таки он умер. Ну, это, конечно, хорошо. Э. Супер. Вот этого я не ожидал. Обходными путями теперь. Ёпп, первый театр. М-да. Сокращение убрали, сволочи. Там бы пробежал, да и все, и потравил бы его корни, нахрен. Так ведь нет. Надо специально обходить все. Уф, уф, уф. Да, ребят. Они все усложнили нам. Разработчики-то. Я уже давно не играл, потому что я не помню вообще корни отравил. По-моему, он просто разносил его. А тут я хочу пробовать корни отравить. Так, не столько отбегать, вот это меня вообще контачит. Так, садебрить лесенка-то. Во. Бери обратно воды, блин. Че обратно нельзя воду запустить? Я бы запустил бы. Все равно, знаете, сдохли все. Вон еще одна лежит. Там что-то Гвард написано. Гвард 0.2. Во-во-во, вон его, херня. Во, прикольно. Эффект, наблюдаю. Блядь, я бы и другие выбросил. Ну, че тут нету интересного? Справляю систему резервуара. Ну, словно, и не работает. Все, блядь, я только из-за этого сюда заходил? Блядь. Да. Не лучший вариант был. А здесь, как я понимаю, тоже не пройти, потому что то, кто мне там был проходить, пытался там выйти. Воды-то ведь нету. Воды-то ведь нету. Завтра-то все, я бежал. Воды же ведь нету, чтобы бочки-то у меня висели. Ну и ладно. Но зато мы этому козлу корни отравили. Я хоть увидел, как это выглядит здесь. Козлу, козлу. Не знаю, это же растение, а ну... Козло. Козадоев. Ну, теперь пойдем, наверное, сохранимся. Тумба-юмба, тумба-юмба, тумба-юмба. Туф, туф. Да, сейчас надо обязательно сохраниться. Ну, я, как вы знаете, сохраняюсь только когда перед тем, как грузы кончить. Ну, запись. Поэтому стараюсь проходить вообще всю свою запись, не сохраняясь. Харткорим. Так бы, конечно, раз уже три-четыре здесь бы сохранился бы. У меня бутылки все еще... Ох ты же, блин, я даже не заметил это. Круто. Так, окей. Вот имя-то нам должно хватить. Сейчас, зачем я выложил? Что-то я обрежу. А мне, думаю, это хватит. Может, геройство имбрия? Ну, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Анифрайта и 987. С вами был Нев. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну, и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock! Субтитры сделал DimaTorzok